Приветствую вас. Вы, в общем-то, уже увидели, наверное, что вам моя коллега ответила, Марьяна. Вот, она совершенно права здесь, то есть она совершенно точно говорит о том, что у вас детские обиды, детские травмы, вот, и, соответственно, это вам очень сильно мешает. Собственно говоря, психологически вы еще ребенок, вот, психологически вы остались с ребенком, я не думаю, что психологически вы вырослели, ну, вот, в такой серьезной, в такой серьезной степени, да, потому что до сих пор вы как-то вот и сестру и соревнованы, вернуетесь, да, до сих пор вы как-то вот и маме своей, ну, пытаетесь что-то доказать, ну, точнее, себе пытаетесь что-то доказать. Вот, я думаю, я думаю, что вам требуется все-таки какой-то такой элемент, если можно так выразиться, элемент личностного роста для того, чтобы, вот, ну, перестать, переживать по этому поводу, но проработать драмы свои, конечно же, вот, с матеркой поработать, вне всякого сомнения нужным, вот, вот, то есть, как бы, ну, это определенная работа, конечно, над собой, да, это определенная работа над, вот, значит, восприятием себя, вот, и, соответственно, вопрос заключается в том, собственно говоря, ну, готовы ли вы к такой работе, вот, потому как сейчас вы совершенно точно не можете адекватно воспринимать ни своих родителей, ни твоих сестру, потому что, ну, по факту там получается, что вы сравниваете себя с, ну, с сестрой, вот, считаете себя хуже, ну, хуже-хуже, чем она, то есть, вот, по сути, вы говорите про свою маму, да, вы говорите, что она у вас истеричная, там, жестокая, и так далее, вот, вы говорите про нее, вроде бы, как, но, как бы, то, что вы говорите про нее, такое ощущение, да, что вы, ну, не верите, не верите, не верите в это, может быть, до конца, то есть, вы, несмотря на то, что вы говорите так, все равно, как-то вот, сами не можете, сами не можете, не можете эту ситуацию отпустить, сами не можете, как бы, ну, перестать об этом думать, сами не можете, сами не можете, перестать, сравнивать себя, с с сестрой и так далее, вот. Ну, понятно, на мой взгляд, совершенно очевидно, что к какой-то степени мама помогла вам, приучила вас, чтобы себя обесценивать. Вот, и мне кажется, что имеет смысл вам от этого отходить, от этого отходить от идеи обесценивания себя и больше приходить к позиции принятия. Правда, конечно, для этого потребуется работа над собой, вот, для этого потребуется корректировка того, как вы себя видите, как вы себя воспринимаете. Но, тем не менее, если вы хотите, да, если вам это, ну, если вам это нужно, то я думаю, вы будете, будете в любом случае этим заниматься, будете в любом случае в этом направлении двигаться. Потому что это важно для вас и для, ну, для вашего будущего. Дальше. По поводу вашего состояния и антидепрессментов, которые вы принимаете, я, честно говоря, думаю, что опять же здесь очень важно работать именно над причиной того, что с вами произошло, ну, происходит, да, над корнем такого состояния, вот, а не заменять то, что вы чувствуете, переживаете, до сих пор не пережили до конца антидепрессантами. То есть это не ее решение проблемы. Вот. Понимаете? Поэтому имеет смысл здесь вам обратиться опять же к врачу, да, и посмотреть, может быть, ну, может быть, вы сможете сойти с антидепрессантами. Может быть, вы сможете сойти с них и как-то вот, ну, двигаться дальше уже без них, работая непосредственно только вот с в своем психическом состоянии. Вот. Хотя, конечно, для этого нужна рекомендация врача. Безусловно. И так, у меня жестокая истеричная неверная в себе тревожная надпись, что вы, ну, это достаточно жесткая характеристика, все детство меня наказывало физически за любые провинности из-за четверки. Я должна была учиться только на пятерке. Ну, соответственно, здесь, скорее всего, скорее всего, здесь имеет место быть некий такой вот перфекционизм. Скорее всего, скорее всего, ну, я так вот думаю, что имеет место быть перфекционизм какой-то. Ну, это естественно, опять же, если вас приучали все и сделать идеально, то в данном случае перфекционизм нормальный. Вот. Рассказ него перфекционизм, а нужно потихонечку отказываться. Вот. А. С одной стороны. С другой стороны, ну, нужно приучать себя, к тому, что вы уже можете легко дать отпор, да, то есть вы до сих пор себя в безопасности не ощущаете. Вот. До сих пор вы себя в безопасности не чувствуете. Вот. И, соответственно, нужно научиться. Нужно научиться чистую безопасность, ощущать ее. Вот. Это не так уж прямо сложно сделать. Вот. Вот. Конечно, это и не очень легко, но и не лонь. Вот. Так что. Ам. Тут. Такое вот направление. Ну, такое направление. Дальше. Дальше. Помимо физического наказания, было оскорбление и унижение. А за слуг мамы я была, я жила в страйке, боялась тюрьмы, боялась в школах, боялась, не было места, где бы я могла спасти. Ну, а здесь вы говорите про защищенность. По сути, вот здесь вы говорите про свою защищенность. Здесь вы говорите про, ну, вот именно про невозможность себя защитить. Вот. И, соответственно, я вас понимаю. С этим тоже нужно работать. Личные границы, а там работа с ответственностью, потому что в данном случае, я уверен, что ответственность вас подавляет. Ну, и подавляет или подавляет. Вот. Соответственно, ограничивать. Ограничить, точнее, ограничить свою ответственность от ответственности других людей необходимо, потому что так вы будете чувствовать себя лучше, вы будете чувствовать себя, ну, более, так скажем, ну, в большей безопасности будет его задача. Вот. Такая вот важная составляющая у вас ее, к сожалению, нет. это составляющая. Дальше. Папа был, но он не знал, а я не знал, потому что не видела в нем защиту, ему тоже подал от мамы. Ну, то есть, возможно, какая-то обида еще на отца у вас имеется место быть. Вот. Ну, она опять же все корректирует. Да, так вы, ну, вполне вероятно, да, воспринимаете отца как того, кто не смог удовлетворить ваши, значит, ожидания, вот, не смогу, ну, оправдать ваши ожидания, точнее. Вот. И, соответственно, тут, ну, тут тоже нужно будет с этим поработать. С этим нужно будет поисследовать. Вот. Дальше. Пойдем. Так. В итоге, с 15 лет у меня приводит депрессивный разрыв, 100 лет на анодепрессионтах, сестру это участь не постигла. Так. Значит, 10 лет я на анодепрессионтах, а, значит, ну, соответственно, как вы свой диагноз, во-первых, получили. А, второе, какое лечение у вас было? Ну, вот, ну, кроме, кроме, кроме лечения, кроме, вот, антидепрессионтах. Антидепрессионтах. А, вот. Вот. Это очень важный момент, потому что, если вы только антидепрессионт использовали для коррекции своего состояния, то ситуация достаточно, ну, негативная, негативная, я бы сказал, я бы сказал так. Так. Дальше. Идем. Так, значит, сестру эту участь не постигла, она младше на пять лет, сидела, проболела, с ней насилия, ни разу в детстве не наказали ремнем. Аноним, а вы считаете, что должны были, или как, то есть, вот, или вы как-то, как-то, ну, сравниваете себя с сестрой, то есть, к чему вы написали, вот, что, ну, что ее, что ее, ну, не накалывали ремнем, там, и так далее. То есть, ну, к чему это у вас было? Вот. Если вы, значит, если вы, ну, сравниваете себя с сестрой, то очень важно понять источник этого, очень важно процессуально, это, это осознать, вот, точнее, сознавать это. Очень важно. Ну, вот, и, ну, соответственно, уже в этом направлении работать, что, что валь, что валь, что валь, что валь. Дальше. Следующее. Так, эм, значит, эм, я до сих пор помню, как выглядел ремень, где он находился, но это опасность, незащищенно. Сейчас внести у нас хорошее отношение, как в обычной семье. Соответственно, в этом мы жили очень бедно, мама никогда не работала, квартиру мы получили, папа доработал мало, несмотря на это, они сложили полтора миллиона рублей. Это не большие деньги, но для меня моя семья-то огромная, если деньги они подарили с утра на свадьбу. У них пять лет выплатили кредит на двухкомнатную квартиру, уже купили очень дорогую машину. И что, как бы, ну, и что, к чему вы это написали? Жду второго ребенка, я выходил замуж. Позже, в тридцать пять лет нам подарили пятьдесят тысяч рублей. И что? Детей не могу иметь, потому что я не могу бросить пятьдесят или пятьдесят. Можете, для этого нужно работать. Да и жилье на съемность собственного не предвидится. Я простой фармацевт, муж простой инженер. С другой стороны, это все у вас простые, да? То есть обесценивание идет в данном случае. Да и жилье на съемность собственного. Так, нет, с другой стороны, я понимаю, что подарки не нужны, потому что я не люблю своих родителей, не смогу быть благодарным за такой подарок. А вы считаете, что нужно быть обязательно благодарным за подарок? С другой стороны, я время об этом думаю. О чем об этом? Как мне отбросить эти мысли нормально общаться с родителями и сестрами? Как мне думать об этом? О чем? Давайте. Давайте сфокусируемся. О чем? Вы думаете о чем? Я вот этот момент не очень прочувствовал. О чем? О чем? О чем? Вы, собственно, ну, думаете? Что здесь вот вас привлекает, ну, привлекает сильнее всего? Это сравнивание, это обесценивание себя, это зависть. Что? Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. О чем? О чем? Продолжение следует...